Здравствуйте, друзья! Мы продолжаем серию лекций по книге Гешер. Сейчас у нас третий урок после вступления. Мы поговорим про чувства. Первая лекция у нас была про тишину, вторая чуть-чуть про ментальные процессы, а сейчас мы спускаемся ниже и поговорим про чувства. На прошлой лекции мы заметили такой факт, что по мнению иудаизма все-таки голова находится над сердцем. И факт такой, что с помощью мыслей мы можем менять свои эмоции и чувства. Это не то, что в этом нет применения в эмоциях и чувствах. Конечно же, есть, они нужны, но надо понимать, как ими пользоваться и чтобы они нами не рулили, как говорится. Иногда бывает так, что человек продолжает жить свою жизнь и вдруг у него накапливается, как говорится. Вот недавно я разговаривал с одним своим хорошим знакомым, он практикующий терапевт, и он говорит, ко мне приходят люди довольно молодые, и, блядь, там, иногда 30, иногда 28, иногда 40, которых, и, конечно же, чем дальше, чем лучше, как говорится, которые, он говорит, у них такая внутренняя какая-то усталость. И мы насчет этого поговорили, и мы пришли к такому интересному заключению. То, что не так давно, может быть, 150 лет назад, человек проживал всю свою жизнь иногда в одном и том же городе, женился в основном один раз, менял профессию, одна у него была и так далее. То есть сейчас эмоциональная, душевная, духовная нагрузка даже человека совершенно стандартного, совершенно, который не живет какой-то экстравагантной жизнью, она громадная. И как-то надо, вот что-то надо с этим делать. И об этом мы поговорим сегодня. И в нашем духе мы постараемся дать какие-то, и какие-то знания вместе с этим, какие-то инструменты, какие-то советы, чтобы понимать, как на это смотреть, а имеется в виду на чувства, и, конечно же, мы поговорим о негативных чувствах. Вот. Начнем с того вообще, что это такое волнение. И умнейший из людей в книге Мишлей Шломо Амелах, царь Шломо, говорит такую вещь. То есть, тревога на сердце человека, и потом, там такое слово, это Исихена, у которых есть разные интерпретации. Первая интерпретация это такая. Кстати, я выписал из русского перевода, и там написано так. Тревога в сердце человека, пусть подавит ее, а доброе слово веселит его. Но вот подавит, это не совсем правильное слово, потому что Исихена, Сиах, это Исиха, то есть разговор. Исихена, это может отстранить ее в сторону и может подавить. То есть, это на разных уровнях действия. И начнем. То есть, если есть тревога в человеке, можно ее выговорить, можно не обращать на нее внимания. То есть, это такие, или постараться не обращать на нее внимания. Это вот такие вот есть функции. И, конечно же, начнем с разговора о чувствах. Во-первых, лучше всего не доходить до такого состояния, когда у человека будет тревога, потому что, ну, тревога, это неконструктивное, конечно, ощущение, чувство и так далее. Это какой-то значок, но когда человек находится в тревоге, в лупе, так, он это совершенно нехорошее, ну, это яд просто. Что с этим делать? Конечно же, была такая функция социальная, как друзья. Не иногда она и сейчас осталась. То есть, надо, иногда надо хорошо поговорить от сердца к сердцу с человеком. И не всегда это получается, найти таких людей. Отчасти социальная функция психологов или разных терапевтов, она произошла из-за того, что люди перестали разговаривать так вот, от сердца к сердцу со своими близкими или со своими приятелями. Конечно же, там есть и профессиональный элемент у психолога, который не всегда есть у друзей, не всегда, вот. И так же, как люди хотят делиться позитивными какими-то эмоциями для того, чтобы их увеличить. Кстати, говорит один из очень интересных психологов, то, что одно из главных достижений в жизни человека – найти нескольких людей, с которыми он может по-настоящему делиться радостью. И насчет этого стоит задуматься. Так вот, говорить от сердца к сердцу человека. То есть, если есть какая-то тяжелая ситуация, чувство, эмоция, что-то тревожит человека, очень хорошо найти правильного человека, с которым можно это сделать, поговорить с ним насчет этого. И отчасти это решит проблему. Почему это происходит? Потому что, когда мысли в голове человека находятся, вот там вот эта вот вся ее реальность, этой мысли. А когда мысли превращаются в слова, во-первых, они принимают какую-то форму, порядку, а во-вторых, они уже часть, они выходят в мир. И вот эта вот негативная эмоция, волнение, она просто часто в большинстве своем, оно теряет, короче, это теряет свою силу. А когда это выходит, человек иногда, когда он получает фидбэк позитивный от своего друга, подруги и так далее, близкого человека, он может, или она может за счет этого, с помощью этого посмотреть правильно на мир. Но тут еще раз, очень важно выбирать людей, с которыми мы делимся, так же, как и большими радостями, так и большой грустью. Вот. Второе знание, которое надо знать, то, что чувства, ощущения, эмоции, это что-то, что проходит. Как говорила моя бабушка, что время все лечит, и в этом есть, конечно же, большая правда. Иногда это большая цена, просто время, это большая цена платить, чтобы это все вылечилось, но время все лечит. И иногда надо смотреть на эти чувства, как на волны. То есть, с одной стороны, тот, кто занимался серфингом, понимает то, что иногда, или когда мы плывем в сторону волн, иногда надо поднырнуть под волну, не всегда надо с ней сражаться. Они существуют, иногда они есть, иногда они проходят, и также надо относиться как чувства. То есть, надо понимать, какое чувство есть, посмотреть на него. Вместе с этим надо знать, что это чувство со временем уйдет, потому что это природа чувств, ощущений, эмоций. Сейчас мы не делаем эти разделения. Конечно, это очень глубокая тема, этот курс. Мы стараемся так много тем затронуть, и, конечно же, каждый урок может быть докторская диссертация, как говорят. Вот. То есть, то, что человек, если чувствует какое-то очень сильное ощущение в данный момент, это не говорит то, что, во-первых, оно реальное, и в нем, а не иллюзия. И, во-вторых, это не говорит то, что он завтра или послезавтра будет также такое же ощущение чувствовать. Как говорил тот же Шломо, царь Соломон, то, что всему свое время так вот, что всему свое время. И он называет царь Соломон 26 или 28 времен, когда время траура и время смеха, время раскидывать, время собирать и так далее. И, может быть, этому ощущению или чувству какому-то, может быть, самому грустному или самому счастливому, вот это вот сейчас вот его время. Но надо понимать то, что это проходит, и оно должно пройти. Ра говорит то, что даже... Даже сейчас самая тяжелая тема, это когда уходит близкий человек, то есть умирает близкий человек. Тра говорит то, что участь такая, то, что даже каждая смерть близкого человека уходит из сердца. То есть есть время, на которое на тяжелые эмоции, но она проходит. И, кстати, надо сказать, то, что этому тоже есть определенное время. То есть после которого надо это дело отпустить. Если вы подумаете, мы еще раз... Вот над этим мы как бы говорим это много, потому что надо понять то, что в момент часто или волнение, или какие-то страх, тревога. Мы не говорим сейчас о позитивных чувствах, потому что позитивные чувства, они не так нас тревожат. Но это может захватить человека. Конечно, женщины более эмоциональные, чем мужчины. Это дело не... Это просто факт. И всем надо знать то, что вот эти вот эмоции, они... Они... Вот как волны. Они тоже... Это тоже пройдет. И само это знание может помочь нам ну как... Сделать так то, чтобы мозг, он все-таки управлял сердцем. Второе, еще одно знание, которое надо знать, то, что... То, что мы ощущаем сегодня, это примерно то же самое, похожее, но вот... То, что мы проходим сегодня, завтра это не будет. То есть, нечего волноваться о том, что будет, потому что, возможно, этого не станет. Из-за этого, как видно, вот, понимаете, вот мы сейчас живем в таком мире, то, что у нас один большой салат. Мы находимся в одном месте, смотрим время, то есть, новости про другое. Потом у нас еще есть всякие вот эти вот технологические телефоны и так далее, которые нам постоянно какую-то информацию кидают, и непонятно, где мы находимся. Так как Большой, я вам только говорил, то, что человек находится там, где он думает, ну, как-то надо постараться, это тоже большое умение, думать там, где мы находимся, стараться не волноваться за завтра и не тревожиться за вчера. Конечно, это большое умение, но я думаю, что надо начать просто с того, что, и люди это называют там, умными названиями, но стараться вот там, где мы находимся, тем и заниматься. Если мы играем в теннис, это легче, потому что, если мы будем думать о чем-то другом, как видно, мы не попадем по мячику. А если мы моем посуду, то, возможно, легче думать о чем-то другом, но, может быть, лучше помыть посуду. Если мы найдем в себе силы приобрести это умение, возможно, и тревоги у нас будет поменьше. Конечно, или одно из главных таких отрезвляющих факторов, это тяжелые испытания. Как говорят, в окопах нету атеистов. И, как пишет Гмара, в Санедрим на 97-й странице, то, что лучше ходить на похороны, чем в бар, скажем, нашими словами. Это очень сильно отрезвляет. То есть, ставят вещи в пропорции. Многие люди, которых я знаю сейчас, находятся в армии, и многие из них говорят, вот возвращаясь из таких серьезных experiences, я знаю это по себе тоже, что как-то вещи становятся на свои места, то есть, понимается, что важно, что не важно. надо подумать о том, то, что мы тут есть, а вот это вот частые размышления и страдания и тревоги, они много из них надуманы. Если вас это не убеждает, попробуйте попаститься день-два, потом вам покажется, будьте благодарны за стакан воды. Вот. Это, кстати, очень хорошая практика. Попаститься. День в неделю. Ну, каждый, как он может. Вот. То есть, второе дело, это подумать о смерти, но не в негативном варианте, а в позитивном, потому что, может быть, все не так в лесу. Исэха даат, с чего мы начали это путешествие, скажем так, сегодняшнее, то есть, даагаба левиш ясихэна, то есть, тревога в сердце человека, он, начали говорить то, что сначала нужно его, может быть, проговорить, потом, может быть, нужно убрать внимание из этой тревоги. Мы говорили то, что можно убрать внимание тем, то, чтобы понять, что оно уйдет, сама эта тревога. Второе, то, что давайте заниматься сегодня, а не вчера и завтра. И третье, ну, как бы, серьезный аргумент смерти человека как-то отрезвляет. Еще одно дело, то, что говорится, то, что эн бен давид ба, эля бе эсэхда, то есть, мессии, они приходят, приходят только когда, когда есть вот этот эсэхда, когда как-то, между прочим, можно сказать, я не знаю, как точно это перевести. И также геула, то есть, освобождение личного человека, которое каждый должен стараться сделать так, чтобы он был, ну, пришел в то место душевное, физическое и так далее, в котором он, ну, победил, скажем так. и также геула, вот это вот освобождение всего мира, скажем так, она, конечно, зависит от каждого из нас. Так вот, это происходит почему-то, когда мы, между прочим, когда мы не думаем об этом, и спрашивается Цепита Лешуа, будет спрашивать всех, то есть, ожидал ли ты этого, и так далее. Но чаще всего, ну, что мы можем сделать? Мы можем от тревоги, как бы, убрать наше сознание. Это мы можем делать с тем, что, я не имею в виду убирать полностью наше ответственность за то, что мы делаем. Но есть такой момент, когда люди так схватываются за свои тревоги, очень тяжело, и они не могут их отпустить. Но как видно, что надо сознательно убрать свое внимание от тревоги, чтобы пришла какая-то новая энергия, чтобы была возможность как-то на это трезво посмотреть. расскажу рассказ, не знаю, это правда или нет, но говорят, то, что в Индии обезьян ловят таким образом, берут дерево, делают какое-то отверстие внутри, дырочку, туда кладут соль, кусок соли, да. Почему-то нравится обезьянкам эта соль. Происходит так, то, что они приходят, руку берут эту соль и потом, так как соль у них в руке находится, они не могут достать эту руку из этого бревна. Отпустить соль почему-то тоже они не могут. Приходит охотник на обезьян и убивает бедную мартышку или забирает ее в зоопарк. Ну, что происходит? Мы иногда тоже ведем себя как эти мартышки. Мы берем какой-то кусочек, который нам нужно, и не можем его отпустить. Иногда это происходит какая-то тревога, не можем отпустить. Мы должны, мы думаем, что вот если мы об этом будем постоянно думать, тогда у нас есть какой-то контроль. У нас есть контроль, и мы можем что-то с этим делать. Но это не так. Как видно, надо иногда отпустить этот мнимый контроль и передать не ответственность, я имею в виду, а передать как-то ключи к разрешению высшей силе. Как мы это делаем? Во-первых, хотелось бы понять, то есть, чтобы человек понял, что он находится на круговом движении. Если человек не доезжает до какого-то места, ну, надо осознать, ты крутишься по кругу, и, как видно, надо выйти от этого места, из кругового движения, имею в виду. Что надо сделать? Возможно, надо, то есть, что за круговое движение? у него есть тревога, он весь в тревоге, и как-то крутится по кругу. Рабейн Убехая, такой был Раф, он говорит, что тот, кто молится, и его молитва, тот, кто молится, и молитва не находится в его сердце, это как будто бы в молитве нету духа, то есть, это тело без души, как будто бы, то есть, если мы что-то молимся или что-то делаем, но мы там не находимся, наше сердце там не находится, нас там вообще нету, то есть, как сделать так, чтобы выйти из этого круга тревоги и желанием импульсивным рулить, контролировать все, возможно, надо дать руль, порулить всевышнему, то есть, я не имею ввиду, опять говорю, что надо там ничего не делать, лежать, но надо внутри передать большинство контроля, как бы, понять то, что мы тут не рулим, если человек это поймет, это громадный шаг, мы говорили про эсэхда, то есть, убрать голову из этой проблемы и дать ей как-то решиться, убрать это проблематичное тревожное мышление, а сейчас мы поговорим про ишуфда, вот это вот знание, тоже интересное слово, ишуф это как и город, и как, ну, когда знание в нас, находится в нас, скажем так, очень интересное выражение ишуфда, то есть, когда оно находится, и вопрос такой, когда начинается ишуфда, ишуфда начинается тогда, когда мы понимаем то, то, что Всевышний тут рулит, если вы заметили, когда вы кушаете, как-то получается так, то, что еда переваривается полностью, и какие-то отходы выходят, а все витамины, которые нам нужны и так далее, попадают интересным образом в те места, в теле, которые нам нужны, также кислород, то есть, мы часто ходим, как-то эта вот машина работает, также работает вся машина мира, и как-то вот очень важная вещь, особенно, когда мы находимся в стрессовых ситуациях, понять то, что у нас, то, что есть проведение Всевышнего, и нам надо, конечно же, делать то, что нам надо делать, но мы говорим сейчас про регуляцию наших эмоций, и когда мы отдаем чуть-чуть из этого дела от контроля наверх, ну, получается лучше жить. Что еще я вам скажу насчет этого? Конечно же, благодарность, потому что, если мы поймем, во-первых, еще один лайфхак, как говорится, если мы начнем замечать все прекрасные вещи, которые мы получаем, иногда случайно, которые к нам приходят в жизнь, это становится намного лучше. Когда мы начинаем внедрять в свою жизнь благодарность за маленькие и большие вещи, тогда, конечно же, уходит тревога. И третье, конечно, вот это вот знание, когда мы начинаем проявлять внимание, что происходит в нашей жизни, на маленькие вещи, потому что говорят про проведение Ашгаха Пратид, как говорится, в больших ситуациях, что вдруг вот как-то я встретил там свою жену или как-то получилось так, что произошла какая-то позитивная ситуация, но это происходит постоянно, когда человек начинает обращать на это внимание, у него получается громадная благодарность и как следствие этого начинает регулировать свои эмоции намного лучше, когда видит то, что так как еда переваривается в организме, так же, как и весь мир так работает, очень точно, работает все очень точно и вопрос, как мы к этому относимся, мы прямо держимся за наши планы или мы понимаем, что есть планы лучше, что мы можем делать, конечно же, что мы можем с этим ишу делать, конечно же, соединить его с верой, с молитвой, и тогда вот эта нить из трех этих ингредиентов, она не может разорваться, тогда у нас начинается дискуссия, мы пришли сейчас к началу нашей лекции, нашего путешествия, то есть тревога сердца человека, надо может быть ее проговорить, ну а с кем можно ее проговорить? Можно ее проговорить со Всевышним, расскажу вам, эта лекция получилась чуть-чуть больше, но расскажу вам короткую историю, во-первых, так как проведение Всевышнего находится везде, есть практика, может быть вы о ней знаете, в Брестовском Хаседуте она очень сильно распространяется, говорить со Всевышним, как будто бы он твой, во-первых, как он тут находится, так как он наполняет весь мир, он нас слышит, и рассказывай, рассказать ему свои проблемы, вот, история такая, то, что мой знакомый хороший, он врач по профессии, у него была, была, какая-то тревожность была, когда он учился на медицинском, поехал на озеро кинерат и начал разговаривать с Всевышним, так как он был студентом психиатрии, он сказал, что он не знает, не понял сам, он сошел с ума, или что с ним происходит, вообще он говорит со Всевышним, говорит, дай мне знак, что ты меня слышишь, но прилетели какие-то птички, что-то, какие-то знаки, он говорит, нет, нет, дай мне такой знак, чтобы я понял, но он спускается после этой ночи, когда он говорил с ним, плакал и так далее, спускается вниз, покупает себе Кока-Колу и он дает какую-то купюру и возвращается к нему купюра и там написано друг мой, приди ко мне, нахман изума, так вот, на иврите это было написано, эхи тахзорбачува, на, на, нахман, так вот, может быть это, конечно же такой случайность, но может быть это и ажгаха, это проведение, и вот тут вот есть конечно же выбор человека, но микре, то есть случай, на иврите можно еще написать рак, рак на ашем или ашем ракам, то что это только от Всевышнего или так это Всевышний сделал, вот такой у нас язык, если вы хотите еще больше узнать о технике Идбодедуд, напишите это где-то, я уверен, что есть материалы, но поймите то, что это надо как бы внедрить в себя и делать это постоянно, как-то разговаривать с тем, кто создал этот мир, как-то с ним общаться, налаживать контакт, и тогда у нас есть конечно же несколько бенефитов, первый бенефит то, что мы свои тяжелые эмоции, тяжелые мысли и так далее, но это не обязательно тяжелые, мы выговариваем наружу, и второе, мы это говорим тому, кто может нам помочь. Всего самого хорошего. До свидания.